Через трое ворот в новое СИЗО. Сегодня главный депутат и прокурор Хакасии знакомятся с экспериментальным следственным изолятором. Главное отличие нового СИЗО от предыдущего больше квадратов для тех, кто под следствием. Если раньше норма была 4 квадратных метра на человека, то сейчас 7. Дома лучше. Дома всегда нового. Хоть как на дом. А условия? Нормальные. Помимо простора в камерах есть телевизор. Чтобы быть в курсе событий, ведь следствие может длиться не один месяц, а еще холодильник и отдельный санузел. Если несовершеннолетний попал сюда, есть учителя, проводят занятия по школьным программам. А это тренажерный зал. Он тоже для подследственных. Велосипеды, штанги, гантели. В общем, все, чтобы следить за физическим состоянием тела. В соседнем корпусе бано-прачечный комбинат. Любая домохозяйка такому позавидует. Даже гладильный каток есть. Кухня тоже соответствует европейским стандартам. Причем не только помещение, но и меню. У нас 8 норм закладки. Это получается норма для общекотловая, норма для диетчиков, то есть для тех нарячцев на лечении. Беременные женщины есть. И получается малолет. В целом, СИЗО номер один – это целый комплекс. Здесь три корпуса на 500 человек. Есть даже магазин, куда подследственные могут ходить. А это центральный пункт контроля и видеонаблюдения. Сотни камер следят за порядком на территории комплекса. Причем не только в коридорах и на улице, но и в помещениях, где находятся подследственные. Для сотрудников тоже есть чем заняться. Спортивные залы, футбольное поле и общежития. УФСИН строила комплекс с 97-го года и потратила 2,5 миллиарда рублей. Подобных следственных изоляторов в России два. Один у нас, второй у соседей в Красноярском крае. Когда свинские условия, такие же они выходят потом. Вот сегодня мы посмотрели ряд уже, которые на обслуге работают, на кухне, там, производством заняты. У них у всех уже благородные лица. Они некоторые не видели такого отношения на воле. Старое СИЗО УФСИН законсервируют, а подследственные переехали в новые квадраты. Артем Михалков, Денис Немербулатов. Новости. Седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok